Волчок Сопернику теперь не уйти Только сильный пройдет свой путь И найдет силы не свернуть Только сильный или это ты Все старания твои не пусты Помни про баланс И лови свой единственный шанс Инфинити надо за год Нападать Защищать Побеждать Не отступать Ты вперед, к победе лети Атакуй ведь, нет обратно пути Инфинити надо Двадцатая серия Обратный запуск Ха-ха, как же я устал ждать Давайте быстрее, а то арену займет кто-нибудь еще Вы обещали, что сразитесь с нами пару раз Ха-ха Ох, эти двое прямо рвутся в бой Неудивительно, все-таки им впервые удалось вызвать своих духов Поэтому естественно, что им хочется пробовать свои силы Это круто Мне тоже интересно, насколько они сильны Давай, Люк, пойдем Угу Идем А-а-а, что это? А-а, что там? А-а, что там? А-а-а Ха, вот вы и пришли А-а-а Мы давно вас ждем Да Нам нужно кое-что обсудить Что? А-а, что именно? А ты сам как думаешь? Мы вам приготовили завтрак Ха-ха-ха 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 Выглядит аппетитно Ха-ха-ха Знаете, а вы молодцы Не думали, что вы победите верховных войн Вы даже духов вызвали Это так круто Сразитесь со мной А-а-а, ну Конечно, без проблем Дайте только доешьте, мы тут же дадим вам бой Не пускай его Давай Огненный дракон О нет, ну, держись в стороне Пришел сбежать, так не пойдет Зараза Сейчас сразимся Быстрый панцирь Да Неудивительно, что они победили верховных воинов Так, теперь сражусь я Мя Следующий я Разводитесь В следующем сражаться буду я Отойдите Я первый Представить не могла, что местные так любят сражаться Да Раньше я думал, что они ни перед чем не остановятся ради победы Но Это совсем не так Они же Нет Они просто любят Infinity надо Отсюда и любовь к битвам Может Но в темный обители победа решает все А так нельзя Почему? Это правила здесь всех устраивает Ааааааа Ты так тихо подкрался Здравствуйте Цайлон Зачем Вы здесь? Здесь споры решаются в битве Это правило ввел внезапный шквал, чтобы поддерживать порядок. Внезапный шквал? Он здесь сильнейший игрок. Благодаря этому правилу, жители темной обители могут проводить битвы тогда, когда хотят. Внезапный шквал. А что он из себя представляет? Если вам действительно интересно, отправляйтесь в западный лес завтра на рассвете. Что? Когда время придет, вы все сами увидите. Западный лес на рассвете. Люк, Вики, может вы хотите сразиться? Мне надо отдохнуть. Ну рассвета же еще не было. Ой, я так хочу спать. Люк, ты точно не перепутал время? Ты уже сто раз спросил. Цайлент сказал в это время. Интересно, а что мы должны увидеть в этом западном лесу? О, смотрите-ка, там арена. О, откуда здесь взялась арена? Ничего себе! Я не знал про это место. А? Даже ты не знал? А? Тссс, там кто-то есть. О, это Филипп, Эсон и Соник? О, откуда здесь Верховные войны? О, там кто-то еще. Смотрите, вон там. А? Внезапный шквал. А? Тот самый внезапный шквал. Теперь все понятно. Он и выглядит иначе. Это точно. Еще и маску на себя нацепил. Кажется, внезапный шквал сейчас будет с ними сражаться. Цайлон хотел, чтобы мы увидели этот бой. Как же это здорово! Тише ты, а ну заворчи! Ну что, теперь видите? Чтобы игрока надо лучше понимать, достаточно просто посмотреть на то, как он сражается. Откуда ты так внезапно появляешься? Прошу, хватит так подкрадываться! Вам выпал уникальный шанс. Не всем удается посмотреть на то, как сражается шквал. Смотрите внимательно. Свою мощь покажет правитель темной обители. Вы меня разочаровали. Верховные воины проиграли в битве каким-то студентам из Академии НАДО? Это просто возмутительно. Вам должно быть за это стыдно. Доставайте Инфинити НАДО. Сейчас вы должны показать, по праву ли вас называют верховными воинами. Я что-то не понял, при чем тут я? Но если тебе так хочется, я тоже с тобой сражусь. Давай, мне не терпится сразиться. Для нас это будет легкая добыча. Яростный цервер. Ну что ж, ладно. Да, не смей нас принижать. А-а-а! Ну, покажи, что умеешь. Алый волк! Настало время показать свои клыки! Алый волк! Взываю к тебе! Обручь свою мощь! Гигантский питон! Покажи свои клыки и грозный рык! Вперед, алый волк! А-а-а! Хм. Итак, вы готовы? Разящий мяч! А-а-а! 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 О, он вылетел прямо из его доспехов! Какой странный Инфинити НАДО. Что это за вспышка? Вперед! Три, два, а-а-а! Один! Надо! Надо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Битва начала! Прикончи его! Давай! Гигантский питон! Они уже атакуют в полную силу! Если сейчас столкнуться, то битве конец! Хм. Чего? А-а-а! Внезапный шквал отразил все атаки! Его атакуют, но на его вращение это не влияет. Потому что у его атакующего кольца шесть роликов. А-а-а! Целых шесть? Не может быть! Давай! Эти ролики позволяют разящему мячу избежать непосредственного контакта с Инфинити НАДО противника и могут отразить любую атаку. О-о-о! Опять отразил! Удивительный Инфинити НАДО! Подождите, удивляться! Это еще не все! Пора с этим кончать. Эй, Соник, ты первый! А-а-а! А-а-а! Алый волк! Смотрите, одной атакой его выбил! У него мощные атаки! Это потому, что у разящего меча симметричное кольцо. От этого и атаки такие сильные. Теперь вы двое. Давай, разящий меч! Благодаря молниеносной скорости, вся сила концентрируется на кончиках кольца. А в момент удара она высвобождается, нанося ужасный урон. А-а-а! Как это возможно? Разящий меч, тебе понравилось? Хорошо. Три верховных воина не смогли справиться с ним одним! Это невероятно! Ну и ну, мы ему совсем не ровня. Он ужасно сильный. Так вот, насколько шквал хорош. Хм, неплохо, внезапный шквал. Поэтому он сильнейший в темной обители. И вы просто смиритесь с поражением. А? С поражением? Слушайте внимательно. Для вас это непростая битва. Вы должны доказать, что имеете право зваться верховными воинами темной обители. Но мы просто... Приложите больше усилий. Ну же, покажите истинную силу. Я хочу это увидеть! Ха, как пожелаешь, Соник Филипп! Ладно, сам захотел. Теперь попляшешь. Сейчас мы покажем тебе, что на самом деле можем. Они модифицируют свои инфинити надо. В качестве основы возьмем яростного цербера. Вот так. Оставим атакующее кольцо яростного цербера. Еще защитное кольцо от Алого Волка. И давайте наконечник поставим от гигантского питона. Хм, ну как тебе? Этот один инфинити надо олицетворяет силу всех трех верховных воинов. Кажется, они из трех инфинити надо собрали один. Ничего себе. Впервые вижу такое. Тут ничего удивительного. Модификация помогает твоему инфинити надо стать намного сильнее. Чтобы победить, верховные воины взяли свои лучшие детали и поставили их на яростного цербера. Сейчас будет жарко. Они настроены предельно серьезно. Скорее бы началась битва. Это будет просто нереально. Тогда приступим. Вперед. Эссон. Мы должны победить. Давайте покажем ему, на что мы способны. Ха, сейчас покажем. Давай, шторм. Три. Два. Один. Надо. Вперед, разящий меч. Шторм атакует первым. Он уклонился. Ну, конечно. У яростного цербера теперь защитное кольцо Алого Волка. Наполовину стальное. Оно способно выдерживать мощные атаки. Кроме того, кольцо утяжеляет его, и он лучше держит баланс. А еще они использовали наконечник гигантского питона, который позволяет яростному церберу переключаться с защитой на атаку. Поэтому он может атаковать противника в любой момент времени. Ничего себе. Смотрите, разящий меч впервые отшатнулся. Они модифицировали и усилили его слабые стороны. Так и нужно использовать модификацию. Это так здорово. Уже лучше. Таких верховных воинов одобряю. Но вам... ...все равно меня не победить. Рановато начал праздновать победу. Ты ведь еще не видел нашего секретного оружия. Эй! Эй! В атаку! Давай! Яростный цербер! Они вызывают духов? Что? Что такое? А? Глазам не верю. Аватар превратился в наконечник? Как тебе это? Магнитный механизм возврата! Магнитный механизм превратился в пускатель сам. Как это вообще возможно? Ха-ха-ха-ха-ха! Это что, новый прием такой? Что это он такое задумал? Что? Еще не поняли? Он делает обратный запуск. У него же двойной наконечник. Хотя да, вы этого не знали. А? Двойной? Именно. Даже в темной обители не все знают, как использовать прием обратного запуска. Буду контратаковать! Обратный запуск! О! Он теперь вверх тормашками! Теперь его инфинити надо вращается в обратном направлении. Давай! Яростный цербер! Яростный цербер ведь сбалансированный. Откуда такая атака? А! Его наконечник! Теперь атакующий! Я понял! Из-за обратного запуска у этого инфинити надо поменялся тип. И вместе с ним его характеристики. Теперь он вверх головой. Положение колец сменилось. И разящий меч уже не может отражать атаки роликами. Он до них не достает! То есть обратный запуск меняет характеристики? Это коварный прием. Что это за инфинити надо такой? У которого два наконечника? Я считаю, это нечестная битва. Такое может быть только в темной обители. Ты не знаешь, о чем говоришь. В темной обители возможно делать все. Чтобы стать сильнее, мы не стесняемся идти на любые эксперименты. За что мне все это? Я ничего не понимаю. Раз уж вы начали нормально биться, пора и мне дать вам достойный ответ. Разящий мяч! Магнитный возврат! Обратный запуск! Вперед! В таком состоянии мой инфинити надо защитный. Думаете, что у вас есть шанс пробить его идеальную защиту? Сейчас сам увидишь! Разрушь его! Интересно. Можешь попробовать! Это духи? Как спать охота? Похоже, здесь пока пусто. Не зря так рано встал. Буду первым. Я хочу сразиться сегодня с люком. Я должен победить его. О нет! Это что, разящий мяч? Этого не может быть! Эй, вставайте все! Внезапный шквал сражается! Это просто невероятно! Так вот их истинная сила! Нам очень сильно повезло увидеть этот бой. Вставай, яростный цербер! Ты не можешь проиграть! Все бесполезно! У разящего мяча особенная защита! Она позволяет обернуть все ваши атаки против вас самих! Чем сильнее вы атакуете, тем сильнее страдаете! Получи! Нет! Ладно. Пора заканчивать этот фарс. А? Снова вспышка! Пронзи его насквозь! Разящий мяч! О нет! Это было круто! Это было довольно неплохо. Мы же проиграли! Он ужасно силён! Внезапный шквал! Ну как, круто, да? Это сильнейший игрок в Тёмной Обители! Это невероятно! Точно! Особенно наконечник вместо Аватара! А ещё обратный запуск! Просто нереально! Тренер Дэниел, вы чего? Вставайте! Тренер! О нет, только не это! Тренер, давайте же! Что за вспышка света? Это же не энергетический элемент. Это не просто энергетический элемент. Сайлон? Это был мощнейший энергетический элемент. Дух Звезды! Что вы сказали? Это был Дух Звезды? 21 серия. Финальная схватка с тремя Верховными Воинами. Возвращение. меч магнитный возврат закончим этот фарс это же энергетические элементы это дух звезды когда-то давно когда внезапный шквал пришел в темную обитель он принес и дух звезды то есть внезапный шквал не отсюда именно он использовал силу духа звезды чтобы установить в темный обители порядок а также полностью отделить ее от внешнего мира также он ввел правила победа значит все и с тех пор он управляет темной обителью до этого времени в темной обители царил самый настоящий хаос использовал дух звезды а это же учитывая его исключительные успехи никто не сомневался что именно он сумеет совладать с духом звезды но в одну злосчастную ночь произошла ужасная трагедия этот коварный негодяй был жадным до власти он предал ректора и сюаня фантом украл дух звезды и скрылся в темной обители и сюань пытался его остановить между ними завязалась кровавая битва но потом он исчез может это он предал моего дедушку и украл дух звезды фантом это внезапный шквал на сегодня мы с вами закончили фантом это ты погоди минутку эй постой ответь мне шквал тебя ведь зовут фантом ведь я прав фантом может совладать с духом звезды а ты сейчас легкостью его использовал это значит что я фантом фантом украл дух звезды избежал а ты тот кто принес дух звезды в обитель отвечай мне зачем предал дедушку и где он сейчас победа значит все победив цейлона ты прошел в темную обитель а победишь меня и тогда мне придется все тебе рассказать чего вот хитрец но люк предупреждаю тебя продолжишь нарушать наш порядок я тебя выгоню интересно как тогда пусть все решится в битве давай фантом мне же не послышалось ты не откажешь давай сразимся победа ведь решает все я держу победу и узнаю правду ты сошел с ума люк если я выиграю ты отдашь мне дух звезды и расскажешь о том что произошло с моим дедушкой фантом ты ведь сам придумал это правило вряд ли ты его станешь нарушать это не худшая идея но победит ли он я сомневаюсь ну уж нет чего слушайте этот парень очень опасен я ни за что не позволю вам сражаться с ним а тренер дэниел уже были в обмороке давай останови люка но я не хочу а вы не знали тренер дэниел дух звезды был украден из нашей академии верно и сейчас самое время попробовать вернуть его люк мы готовы помочь райан вики алан нас четверо их столько же сразимся четыре на четыре хотите все вместе вы уверены что готовы к этой битве детишки внезапному шквалу бессмысленно выходить с вами на бой с такими без проблем справиться и три верховных война темной обители что четверо на троих как бы вы не пожалели так пойдем пойдем да ты согласен шквал конечно пусть сначала победят ваши инфинити надо ну раз так предлагаю найти место где побольше зрителей я приветствую вас круто если где-то намечается битва спасибо студка тут похоже нас ожидают битва века три верховных война будут биться с люком и его друзьями громче вас неслышно поддержите отлично так гораздо лучше чего же мы с вами ждем о ну все в этот раз им не повезет повеселимся дороги назад нет вы должны победить вперед покажите что могут ученики академии надо итак правила просты побеждает тот кто выбьет все инфинити надо соперника возражение есть нет давайте пора начинать держи вики а наконечник у них двойные наконечники а у нас модификация алан мы сможем вики да ладно итак битва начинается надеюсь стороны готовы ну что же приступим давайте все вместе да три время начать два один вперед надо а давай а 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 круто так держать чего нефритовый лук что с ним я поставила на него наконечник алана и его траектория движений сменилась а нам нужно усилить атаку ведь мы хотим их полностью разбить ты прав ладно вики давай атаковать вместе вот вам а а как вам а а так то давай отлично а продолжай вики молодец в атаку нефритовый лук а крылья ареса давай выбей их с арены а а а Ну, Люк, предупреждали же! И про меня не забывай. Берегись! Крылья Ароса! Набирай скорость! Скоро узнаем, удастся ли ему как-то выбраться из этих тисков. Ну же, крылья Ароса! Ну всё, покончи с ним! Крылья Ароса! И крылья Ароса выбывают, чтобы мог подумать, что Люк станет первым. О, крылья Ароса смог удержаться! Вот это сюрприз! Ну же, быстрее! Поздно! Верховные воины снова окружили крылья Ароса! Алый волк! Снова? У крылья Ароса остаётся всё меньше энергии вращения. Такими темпами он скоро выйдет из игры. Ух ты! Три Верховных воина своими атаками загнали противника в ловушку! А? Крылья Ароса! Вот это повезло! Инерция от удара помогла крыльям Ароса выбраться из ловушки! Однако, три Верховных воина продолжают атаковать, и крыльям Ароса нечем ответить! Вик! Вики! Терпи, сейчас поможем! У вас ничего не выйдет! Чего? О, нет! Он смог справиться с нами в одиночку! И что теперь? Вероятно, быстро! Он не позволяет прийти на повышение! Так не пойдёт! Нам нужно действовать сообща! Вики, мы будем прикрывать Райана! А, поняла! А я нет! Давай! Нефритовый лук! А? Чего? Решили, что у вас есть шанс мне навредить? Это не всё! А? А? Быстрее, Райан! А? Люку нужна помощь! А, понял! Набирай скорость! Огненный дракон! Останови его! А? Что? Невозможно! О, как же так? Огненный дракон укатил прямиком в ловушку! Как это? Хм, сам себе палки в колёса ставит! Уверен! А теперь смотрите! Вперёд! Огненный дракон! Это невозможно! Иди в атаку! Давай! Круто! Прекрасная атака с воздуха! Отличилась! Вообще, Райан! Спасибо! Ха! И правда, нам нужно биться сообща! Верховные войны очень сильные соперники! Только вместе мы сможем победить в этой битве! Точно! Вместе? А, я понял! Теперь в атаку! Ага, как это? Люк! Вы сможете! Всё равно вы слабее нас! Вы думали, что объединившись, вы сразу же выиграете! Мир устроен несколько сложнее! Гигантский питон! Настигли! Три верховных война выбрали по сопернику! И теперь бьются один на один! Нефритовый лук! Обратная атака! Что? Нефритовый лук! Огненный дракон попался! Отобьётся ли он? Держись! Боковой рукам помог огненному дракону сбежать! Яростный Цербер! Пора полакомиться! Спасайся! Крылья Ароса! Ага! Быстрый панцирь! Спасибо тебе, Алун! Мы же команда! Вот ещё! А ну исчезни! Чего? Спасибо, Люк! Смотрите, что может мой новый наконечник! Что? Ты, конечно, молодец, что модифицировал свой инфинити надо! Но сможешь ли ты правильно его использовать? Я вот думаю, что нет! Не забывай! Она бьётся не одна! Вот же! Ты куда? Не убегай! Размечтался! Вы долго не протянете! Ха! Мы всё продумали! Что? Что? Как? Люк! Крутой ход! Быстрая контратака! Вики, давай! Да! Сколько можно? Они мне уже надоели! Я разберусь! У меня всё под контролем! А вы точно верховные воины? Что ты сказал? Остыньте уже! Они этого и хотят! Ох, хотят заморочить нам голову! Ха! Как же глупо! Покажем им свою настоящую силу! Ох! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ох! Это же... Они что, всё-таки пойдут на это? Это плохо! Магнитный возврат! Магнитный возврат! Магнитный возврат! Магнитный возврат! Магнитный возврат! Магнитный vite Магнитный возврат! Вы смотрите внимательно? Плохо делом! Они используют второй наконечник! Сдавайтесь! Обратный запуск! Вам конец! Обратный запуск! Поехали! Обратный запуск! Вау! Вот это да! Три верховных воина показали обратный запуск! Когда видишь их вместе на арене, тебя охватывает чувство восторга! Только лучшие владеют этой техникой! Пора уже покончить с ними! Сможет ли теперь Люк с друзьями противостоять трем верховным фольгам? О нет, они использовали этот прием! О ужас! Он опять отключился! Не обращай внимания! Нельзя сдаваться! Вперед! Все вместе! Да! Атакуй крылья Ароса! Вперед! Огненный дракон! В бой! Быстрый панцирь! Нефритовый лук! Давай! Так, атакуем их в лоб! А-а-а! А-а-а! Как же так? Ха! Такова мощь Яростного Цербера в атакующем режиме! О нет! Алый Волк стал защитным! Как ты догадался? А-а-а! Нет! Ну же! Держись! Огненный дракон! Нефритовый лук! Вперед! За ними! Быстрый панцирь! Ха! А-а-а! Быстрый панцирь! Нефритовый лук! Крылья Ароса! Помоги им! Иди в бой! Огненный дракон! Ну вот и все! Вам пришел конец! О нет! О! Благодаря обратному запуску три верховных воина выбили с арены инфинити надо соперников! Неужели это все? Неужели битва подошла к концу? Ха! Размечтался! Мы привыкли сражаться до самого конца! Правильно, Райан! Вы думали, для победы будет достаточно этой атаки? Давайте вместе сложим силы для нашей финальной атаки! Согласен, Люк? Да! Покажи им всю нашу мощь! Наши инфинити надо! Пособны на чудеса! Иди в бой! А-а-а! А-а-а! Выходи! А-а-а! Поплоти! И сопернику теперь не уйти! А-а-а! И принятие... О-о-о! Ничего себе! Одновременно появились четыре духа! Раскрой свои крылья победы! Крылья Ареса! Огненный дракон! Выпусти пламя ярости! Готов к бою! Быстрый панцирь! Нефритовый лук! Давай выбьем их с арены! Да, интересно! Что же мне? А-а-а-а! Алый волк! Гигантский питон! Яростный цербер! Вот это да! Невероятно! Я не забываю свой дух! А-а-а! Все! Просто высший пилотаж! Теперь в этой битве участвуются всем духом! Нефритовый лук! Готовь свои стрелы! А-а-а! О, нет! А-а-а! Осторожней! Момент пришел! В атаку! Крылья Ареса! Он идет! Крылья Ареса! Осторожно! Порви его, яростный цербер! А-а-а! Быстрый панцирь! А-а-а! Нет! Нефритовый лук! Нам конец! Быстрый панцирь! Крылья Ареса! А-а-а! Как же так? А-а-а! А-а-а! Все! Эта битва наконец закончилась! С явным перевесом по силе Победу одержали Три Верховных Война! Как жалко! Ха-ха-ха! Смешно им! Мы ведь почти их победили! Поймите, наконец! Мы гораздо сильнее всех вас! Победа значит все! Таков закон темной обители! Раз вы проиграли, вы никогда не сможете получить то, что хотите! Вот ведь ты! Хм! Ну что ж, мне очень жаль, Люк! А-а-а! Нет! Я не отступлю! Ты еще увидишь, Фантом! Но послушай, Люк! Тогда для начала стань сильнее! Я буду ждать тебя в Башне Фантома, когда ты будешь готов! А-а-а! Башня Фантома? Когда сразишь Верховных Войнов и доберешься до вершины Башни, я дам тебе бой! Правда? Хотя сейчас ты не способен сразить даже трех Верховных Войнов! Я докажу тебе свою силу, Фантом! Сначала Верховные, а потом будешь ты! И я точно сдержу свое слово! Ты расскажешь мне правду! Ха-ха! Так держать! Хотят сразиться с Фантомом? Точно, Люк! Мы сможем! В следующий раз мы их точно победим! Угу! Давай! Три! Два! Один! Надо! Вперед! Крылья Ароса! Ха! Поехали! Как бы усердно они не тренировались, это все бессмысленно! У ваших соперников двойной наконечник! Да? Да, мы в курсе! Но мы не собираемся сдаваться и усиленно тренируемся! Ха! Их атаки беспорядочны! Применяют технику обратного запуска, чтобы изменить тип своего инфинитинада во время битвы. Использовать такие приемы самый настоящий позор! Я никогда не смогу это принять! Не понимаю, как вообще можно так нарушать правила? А кто придумал эти правила? Самое главное победить! Вы ищите оправдание проигрышем! Но это не честно! Ну ладно, ладно! Да хватит нудеть! А? Раз проиграл, не может быть никаких оправданий! Но еще не вечер! Победа точно будет за мной! Но ведь у них инфинитинада с двумя наконечниками! А? Люк, мы тренируемся и у нас все получится! Но этого мало! А? Наши приемы не помогут справиться с их инфинитинадом! И что тогда нам делать? Вот именно! Об этом я и говорю! Стойте! У меня есть идея! А? Мы ведь тоже можем установить второй наконечник! Чего? Модифицировать наши инфинити надо? Ну да! Мы будем равны! Увеличим шансы на победу! А идея не так уж и плоха! Но ведь для этой модификации нужны специальные наконечники! Да! Как модифицировать надо без них? Ха-ха! У вас есть я! Что? Алан, ты что хочешь? Ну да! Сделаю сам! Ага! Я всем покажу каким знанием и умением научился в Академии! Так что у наших инфинити надо скоро будет два наконечника! Ха-ха! Давай! Алан! Ну! У тебя получится! Ха! Кажется он немного увлекся! Ну же! Ты сможешь! Давай! Алан! Ну! Мне кажется сделать такую сложную деталь не получится даже у Алана ведь! Если ее использовать вы ничем не лучше Что с тобой? Я в порядке, я же дал вам слово, да? Круто, Аллан! Здорово! Согласен! Аллан, ты как? Вставай! Аллан! Так, всем нужно выбрать наконечник, который подойдет для его инфинитинада. Хм, мой крылья Ароса сбалансированный. Осталось понять, как его изменит обратный запуск. Ха-ха-ха! Огненный дракон и без того мощно атакует. Думаю, моя ставка защита. Скажите, я гений? Хватит уже хвастаться! А для нефритового лука подойдет этот? Я тоже уже придумал, какой лучше для меня. А? Что такое? Он почему-то не подходит. О, нет. Ну вот, и мой не подходит. Почему? Момент. Сейчас все исправлю. Ну вот, вроде получилось. И у меня подошел. Ха, теперь у нас тоже два наконечника. А ты крутой. Ну? А? Теперь же он совсем не похож на крылья Ароса. Чего? Люк, ты чего? Это же все тот же крылья Ароса. Нет, это совсем не он. Как он? От этого инфинитинада не исходит сила крыльев Ароса. О, ну ведь... В аватаре хранится сила инфинитинада. Его энергетический элемент. Останется ли крылья Ароса собой без него? Ну да, ты прав. Может, сначала попробуем испытать их? Кстати, есть еще кое-что. Что? Как его закрепить? Точно. Наши пускатели не предназначены для обратного запуска. Алан, может... А вы хотите, чтобы я сделал их? Но... Серьезно? Да, чтобы как у них. Эй, ты кто? Почему заходишь без спроса? Эй, 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 стой! Что вы хотите? Чего так нависли надо мной? Хм, все понятно. Здравствуйте. Как вы сюда попали? А? А? Люк, ты что, его знаешь? Кто он такой? В лесу перед темной обителью была хижина. В ней мы и встретились. А? А? Я смог победить Сайлона только благодаря деталям, которые он сделал и дал мне. А? Как это? Вы кузнец инфинитинада? Эти наконечники сделал ты сам? А, ну да, я... Они недоделаны. Что? Если делаешь дело, нужно работать усердней. А-а-а... Алан... Да, я знаю. Однако, знай, что ты движешься в правильном направлении. А? Правда? Я помогу тебе до конца доделать самые важные места. Спасибо большое! А что это? А? 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 А вот он. Что? 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 Стойте! Вы же сломаете мой инфинитинада! Нет, Райан, посмотри! Ого! Получилось! Вот, пожалуй, и все. Но самое важное — это аватар. Нужно вернуть его на место. Как? Так, все принесите-ка свои инфинитинада. Да, сейчас! Итак, ставим на место аватар. С возвращением, крылья Ароса! Огненный дракон! Вот и отлично! Нефритовый лук! Вот и все! Ха! Теперь быстрый панцирь стал еще сильнее! Большое вам спасибо! Вы так легко модифицировали наши инфинитинада! Вы как будто тот самый Баньзао из легенд! Скажите, почему вы решили нам помочь? Услышал зов ваших инфинитинада. Услышал? Зов инфинитинада? Именно. Они похожи на вас. Инфинитинада тоже расстраиваются, проиграв битву. Это они сказали мне, что хотят стать сильнее и принести вам больше триумфальных побед. Поэтому я сюда и пришел. А? Больше побед? Ну а что насчет обратного запуска? Будет. Вот. Пускатель с магнитным механизмом. Для обратного запуска? Точно. Остальное зависит полностью от вас. А? Главное, не разочаруйте ваши инфинитинада. А? Ммм, ясно! А? Итак, начинаем нашу тренировку! Слушай, зачем ты завел всех нас в эту глушь? В других местах полно людей. Нам нужно сосредоточиться. Пока что двойной наконечник – это наш секрет. Ну все, приступим! Да! Готовы? Два! Один! Надо! Итак, я хочу попробовать. Давай, огненный дракон! Магнитный возврат! А? Магнитный возврат! Магнитный возврат! Давай же, что такое? Возврат! Крылья Ароса! Магнитный возврат! Возврат! Нефритовый лук! Что с ними такое? Крылья Ароса! Огненный дракон! Быстрый панцирь! Нефритовый лук! Хорошо, никто не видит этот позор. Терпение, они еще в самом начале пути. Что? Это техника. Довольно сложная для освоения. Вот и хорошо. Я не хочу, чтобы они научились всем этим подлым приемам. Хотя, они нужны им, чтобы победить Верховных Воинов. Ну и дилемма. Тебе нужно быть проще. Опять я же просил тебя, не подкрадывайся так. Как тренер, ты должен поддерживать их во всем. В целом, да. Но я... У них слишком мало опыта для этой техники. А я так не думаю. В таком случае, предлагаю это проверить на практике. Ну что, сейчас будем тренироваться. А ну, готовьтесь. О, нет! Три, два, один. Надо! Давай, крылья Ареса! Ты думал, я испугаюсь такой атаки? Что? Держись, крылья Ареса! Ага, вот это сила! Он атакует! Палан! Ага. Райан! Да! Идем в атаку вместе! Ты в порядке, Люк? А то! Крылья Ареса! Супер! Вперед! Ха! Сейчас я вам покажу настоящий обратный запуск! Магнитный возврат! Ага! 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 Ну а теперь, давай, обратный запуск! Как же круто! Какой обратный запуск? Ну давай! Да! Магнитный возврат! А? Райан! А? Да что ж такое? Тогда так! Полный вперед! Огненный дракон! Что? Он отбил мою атаку! Ох! Теперь у него защиты надо! Это не все! Теперь его центр тяжести ниже, а значит вращение стабильнее! У вас есть время на разговоры? Сейчас вам придет конец! А? Огненный дракон! Что же я? Сразу не подумал! Теперь, помимо прочего, у его инфинити надо сместился угол атаки! Крылья Ареса! Вот что! Учитесь чувствовать инфинити надо! Не зацикливайтесь на сопернике! Разве для победы не нужно анализировать, как ведет себя соперник? Нужно! Но это далеко не единственное! У тебя всего один шанс, чтобы сделать обратный запуск! Нужно хорошо понимать свой инфинити надо, чтобы точно определить наиболее удачный момент! А? Но как этого добиться? Ответ прост! Стать со своим инфинити надо единым целым! Стать целым инфинити надо! Я не все понял, но звучит круто! То есть, ты должен быть связан с ним! Чтобы нам победить, нужно научиться этому приему! Точно! Мы должны его освоить! Ого! Вы явно стали увереннее! Цайлон, сразись с нами еще один раз! Да! Да! Еще раз! Мы будем биться до победного! Прошу вас! Так мы научимся гораздо быстрее! Всегда рад, раз уж вам хочется! Крылья Ареса! Давай! Огненный дракон! Быстрей! Мы сможем! Вперед, быстрый панцирь! Нефритовый лук! Я с тобой! Откуда у них столько энергии? Они ведь не отдыхали! Они не чувствуют усталости, потому что не считают эту битву изнурительной тренировкой! Они наслаждаются поединком бок о бок со своими инфинити-надо! Они очень любят свои инфинити-надо! И поэтому без оглядки отдаются сражению! То есть, все из-за их любви? Давай! Вперед, быстрый панцирь! Еще раз! Устанавливайся! Вы правы! Магнитный возврат! Крылья Ареса! Опять нет! Еще раз! Уже поздно! Пока хватит! Но, тренер! Я уже говорил! Нельзя пренебрегать заботой о себе! Простите! Позволь сказать тебе честно! Думаю, я не должен поощрять, что вы учите эти приемы! А? Так как я тренер Академии, я не должен одобрять использование этой техники! А? Но, смотря как ты тренируешься, я также понимаю, что не должен сдерживать твою страсть! Но, тренер! Знаешь, Люк, я дам тебе совет! Спешка никогда не позволит тебе прийти к цели быстрее! Но, как же тогда быть? Будешь торопиться, не дойдешь! Спешка затмит твой разум и собьет тебя с верного пути! Не спеши! Успокой сердце! Наведи порядок в голове и в мыслях! Тогда, ты можешь передать инфинити надо все свои чувства! Передать все свои чувства? Точно! Если понимаешь свою инфинити надо, то ваши с ним сердца будут биться в унисон! Это и значит стать единым целым! Крепкое чувство доверия между инфинити надо и игроком! Это то, к чему мы стремимся в Академии надо! Занятно, что именно с помощью этого вы осваиваете обратный запуск! Люк? Да! Уверен, вы сможете это сделать! Тренер! Только посмеете его не освоить! Понял! Давай, давай! Огненный дракон! Магнитный возврат! Ну что ж такое? Почему у меня ничего не выходит? Райан! Крики тебе ничем не помогут! И что же нам делать? Цайлан! Давай сразимся! Ты и я! Люк? Хм! Давай! Удачи тебе! Надо! О нет! Попробуй по-другому! Крылья Ареса! Пора! Магнитный возврат! Ты думал, что так у тебя получится? Чего? А? Крылья Ареса! Люк! А? Вспомни, что я сказал! Нужно уметь слышать свой инфинити надо, чтобы почувствовать нужный момент! Теперь смотри! Магнитный возврат! Ну а теперь обратный запуск! А? Крылья Ареса! Ты как? В порядке? Похоже, твоим сердцем полностью завладело беспокойство. Но... Я же... Только... Что только? Так! Нужно успокоиться! Передать чувства крыльям Ареса! А? Крылья Ареса! Мы с тобой столько всего прошли! Мне нужна твоя сила! Дай мне её! Крылья Ареса! Бесстрашный! Крылья Ареса! Дай мне её! Оооо... Я... Думал только о себе... Я знаю! Ты слышишь меня? Аааа... Ну да, и я об этом думал. Давай, крылья Ареса! Давай же покажем всем нашу истинную силу! Люк, время пришло! Расправь свои новые крылья! И желание воплотит И сопернику теперь не уйти Только сильный пройдет свой путь и найдет Давай! Магнитный возврат! Э-я! Поехали! Вызови шторм победы! Обратный запуск! Значит, я не ошибся. Покажи свою истинную силу, Люк! Крылья Ареса в атаку! Это было круто! Вы освоили обратный запуск очень быстро! Подумаешь, это было проще простого. Какой же хвостун? Ты его освоил самым последним. Вот именно! Да ладно, это ничего не меняет. Так, вы должны знать. Вы молодцы. Я вами горжусь. Но помните, дальше ваша дорога будет не легче, а только опаснее. А? Тренер? Я бы не хотел, чтобы вы сражались со шквалом. Тренер! Я так долго к этому шел. Я не остановлюсь, пока не добьюсь правды. Но ведь... Прошу! Ну так иди. Я отведу вас к башне Фантома. Правда? Ты отведешь? Ух ты! Что это ты не кричишь в этот раз? Ладно. Ладно. Пора идти. Так держать, тренер! Как вернемся, каждый напишет по сочинению. Ладно. Чего? Идем же скорее! Да! Да! Двадцать третья серия. Первая битва в башне Фантома. Первая битва в башне Фантома. С вами снова Симас. Поприветствуем же аплодисментами храбрецов, которые не побоялись бросить вызов верховным войнам. Здесь вся обитель собралась. Никто из нас не хотел бы пропустить эту грандиозную битву. Мы здесь обожаем битвы. Ваша битва со шквалом навсегда изменит будущее темной обители. Хочу увидеть это своими глазами. Итак, Люк, вам пора выходить. Желаю удачи! Да, спасибо. Мы очень постараемся. Правила предельно просты. Чтобы получить право сразиться с внезапным шквалом, эти ребятки должны одержать верх над всеми тремя верховными войнами. Кто же из верховных войнов пойдет сражаться первым? О, это же Эссон и Филипп! Получается, в первой битве сразятся двое против двоих. Именно. И эта битва будет для них последней. Не оставим им ни одного шанса на победу. И что? Кто будет сражаться с нашей стороны? Если нужны двое, думаю, ответ очевиден. Да, правильно. Пойдем я и Аллан. Мы разберемся с ними. Аллан, Вики! Вики, если мы хотим победить... Поняла. Так, стороны заканчивают последнее приготовление. Эй, смотрите! У них магнитные пускатели. Не может быть! Они освоили обратный запуск. Эту битву мы запомним надолго. Ха, интересно. Не поверю, пока сам не увижу. Давай! Ну что, начнем? Поехали! Быстрый панцирь! Покажи свою истинную силу! Нефритовый лук! Быстрее! Давай начинать! Ну что, дамы и господа? Нас ждет легендарная битва! Ура! Три! Два! Один! Ну да! Я! Я! Алан, Вики, удачи вам! Гигантский питон пошел в атаку! Ну уж нет! Спасибо, Алан! Пока один инфинити-надо старается удерживать баланс, второй отражает атаки соперника. Нас ждет битва на выносливость! Ха! Против нас никогда не сработает эта жалкая тактика! А сейчас... В атаку! Ух ты! Нефритовый лук атакует яростного Цербера лоб в лоб из слепой зоны! Круто! У них отличный тандем! Ха! Вот значит как! Жалко, что все это впустую! Вперед! Гигантский питон! Яростный Цербер! Атакуй! Даже не надейтесь! Надейтесь! Чего? Ха! Гляньте! Гигантский питон выпустил выдвижные лезвия! А еще! Сейчас он покажет нам свои острые клыки! Ха! В атаку! Вот беда! Нефритовый лук под прицелом, причем сразу у двух инфинити-надо! Держись, Вики! Вперед! Быстрый панцирь! Держи скорость! Нефритовый лук! Нефритовый лук атакует с двух сторон! Как же ему вырваться? Плохо дело! Вики, берегись! Уходи оттуда! Даже не думай! Чего? Нефритовый лук пытается вырваться, но гигантский питон создает порыв, который сдулает его прямо в лапы яростного цербера! Похоже, ему не вырваться! Неужели это конец для нефритового лука? Нефритовый лук! Вики! И что теперь? Давай же! Быстрый панцирь! Ааа! Как же так? Быстрый панцирь оказался в эпицентре битвы! Это было плохое решение! Нет, как бы не так! Вики! Сейчас! Ааа! Сейчас вас дует штормом! Скажешь, еще тоже шторм! Так, Вики, уходи! Спасибо, Алан! Он заслонил ее! Нефритовый лук, наконец, свободен! Ну, ничего себе! Держись крепко! О, пронесло! Эй, ты совсем? Ты меня чуть не сдал! Са виноват! Ты дал им уйти! То есть я виноват? А кто еще? Сейчас как дам! Только попробуй! Что такое? Эссон и Филип бьются друг с другом? Понял! Алан! Поехали! Атакую! Я рядом с тобой! А? 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 Ты сам виноват! Твоя вина! Нет, это все из-за них! А? Мы вообще тут ни при чем! Эссон и Филип решили проблему и атакуют вместе! А? Что? Нефритовый лук теряет баланс! Неужели он истратил всю энергию вращений? Вики! Время настало! Обратный запуск поможет восстановить силы! Точно! Нефритовый лук! Что? Быстрее, Вики! Нет! Еще рано! Почему? Нефритовый лук сказал, что может продолжить пока так! Вики! Восстановит баланс! Вращение стабилизируется! Я покажу им силу! Выносливого надо! Ладно! Быстрый панцирь! Пока что прикрывай собой нефритовый лук! Алан! Давай! Сейчас я их проучу! Проучишь нас? Селенок не хватит! Нашелся тот! Сейчас вам придет конец! Чтобы защитить нефритовый лук, быстрому панцирю приходится в одиночку отбиваться от атак противников! Алан! Однако, насколько быстрому панцирю хватит сил? Им крышка, если так продолжится! Этого не вынес бы практически никто! Держись, Алан! Не упади! Не бойтесь! А? Быстрый панцирь сферической формы, значит его не опрокинуть! Кстати, я предполагал, что так и будет! Поэтому до битвы мы с Вики поменялись защитными кольцами! А? Чего? Поэтому, благодаря шарикам в защитном кольце нефритового лука, у быстрого панциря резко возросла выносливость, а вместе с ней и его устойчивость! Алан, ты такой находчивый! Надо же! Когда успели? Я не заметил! И это не все! Смотрите! Благодаря особой структуре атакующего кольца, быстрый панцирь может отражать атаки соперника, не теряй при этом родновесия! Теперь ясно! Сможешь выиграть немного времени! И хорошенько потратишь силы соперника! Это же... Это же просто гениально! Алан! Прекрасно! Они такие талантливые! Я так ими горжусь! Ты что, плачешь? Нет! Так вот в чем дело! Вы все это время просто валяли дурака! Ха! Ясно! Придется отплатить вам той же монетой! Так, твой инфинити надо! Наверняка уже на последнем издыхании! Тебе пришел конец! Вперед! В бой! Чего? Теперь я! Я этого ждала! Вот истинная сила моего инфинити надо! Смотрите, обещающе! Похоже, нефритовый лук вернулся в битву! Вот это да! Здорово! Дайте им отпор! Хм, подумаешь! Ну вот, время и пришло! Хм, давай! Магнитный возврат! А-а-а! Сейчас будет весело! В атаку! Обратный запуск! Вам конец! Обратный запуск! Это же снова он! Обратный запуск от Верховных Воинов! Вики, осторожно! Они близко! О, быстрый панцирь! Нефритовый лук! Алан, ты слышал? Они тоже готовы! Вперед! Теперь мы! Магнитный возврат! Не может быть! Вслед за Верховными Воинами, Аллен и Вики применяют магнитный возврат! Ух ты! Битва становится все интереснее! Ах-так! Остановим скорее! Быстрый панцирь! Осторожнее! Быстрый панцирь отразил атаку яростного Цербера! Но магнитный возврат ему сделать не удалось! Не удалось? Алан, прости! Ты меня защитил! Ну, зато у нас получился хотя бы один возврат! Ах! Я лучше пожертвую собой, но спасу твой возврат! Только так мы сможем одержать победу! Поняла! Попался? Ах! Вот наглец! Лучше сдавайся! Хватит тут строить и себе героя-храбреца! Тебе пришел конец! Быстрый панцирь снова оказался окружен! Неужели это действительно конец? Ну уж нет! Я не согласна! Теперь моя очередь защищать Аллена! Итак, магнитный возврат! Ах! Это... Это так волнительно! Нефритовый лук проводит мощную атаку! Он прицельно атакует инфинитинада верховных воинов! И не оставляет соперникам ни единого шанса! Это же просто фантастика! Молодец, Вики! Отлично! Понял! Все дело в кольце! Обычно его острые выступы отражают атаки, но после обратного запуска они помогают атаковать! Как круто! Вики, спасибо! Да ладно тебе! Мы же всегда помогаем! Друг другу! Да надоели уже болтать! Яростный Цербер, разорви их! Яростный Цербер стал атакующим Инфинити надо! И его атаки разрушительны! Филипп, оставь быстрого панцира, и ему все равно конец! Сначала расправимся с нефритовым луком! Согласен! Выходи! В атаку! Гигантский питон! Давай! Яростный Цербер! Не дождетесь! Я вам не сдамся! Выходи! Нефритовый лук! Вперед! Ещё один! Ещё один! Ещё один! Ещё один! Давай! Я знаю, ты можешь! Нефритовый лук! Давай! До победы остался один шаг! Промазала! Правда? Алан, это твой шанс! Понял! Давай! Быстрый панцирь! Магнитный возврат! У него получилось! Алан, покажи им! Атакуем! Итак, обратный запуск! Невозможно! Благодаря нефритовому луку, Алан осуществил обратный запуск! Здорово! Вперед, Алан! Ну что, ты готов? Вперед! Быстрый панцирь! Вау! Все четыре игрока вызвали духов! Похоже, битва приближается к концу! И самое главное сейчас не моргать! Ух, жать! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а! А стоит признать Вы не так просты Но вам осталось недолго Ну ты и размечтался Победа будет за нами Вперед! Ты вперед к нам Не добраться в пути И у тебя Знай, земля силы полна Пусть твои мечты питает она И гроза тебе не страшна В бурю ночь твоя растет, как волна Ты волчок свой раскрути И желание воплоти И сопернику теперь не уйти И инфинити Только сильный Пройдет свой путь И найдет силы Не смыть Только сильный Что произошло? Молодец! Ты удержался! Дамы и господа! Это поистине неистовое сражение выдержал только Быстрый Панцирь. Лишь он удержался. А это значит, что победителями становятся Аллан и Вики. Что? Так, нет, невозможно. Здорово, я же говорил, говорил, что они победят. Они их победили. Это круто. Прекрасно, они молодцы. Тренер. Мы выиграли. Теперь осталось только... Эй, Аллан, Вики! После битвы у них совсем сил не осталось. Пусть немного отдохнут. Смотрите, вон они улыбаются. Открылась! Это дверь на следующий уровень башни. Там вас будет ждать Третий Верховный Вайн, а именно несравненный Соник! Идем. 24 серия. Битва в тропическом лесу. Это же... Странно. Мы в тропическом лесу. А-а-а! Чего? Добро пожаловать в мой парк развлечений. Развлечений? Что-что? Что-что? Ну как, вам нравится? Ее приготовили специально для вас. Так что бойтесь! Сегодня вы должны показать бой как никогда. А-а-а! Ну нет. Я не согласен. Вот это все мне не нравится. Я... Я как тренер выступаю против этой битвы. Стойте! А я за. Это интересно. Я в деле. Соник, я готов сразиться с тобой. Ха! Другое дело. Поехали! Райан! Только будь осторожен, Райан! Ну что, готов? Готов! Приступим! Вперед! Огненный дракон! Ну, не подведи меня! Алый волк! Да! Лети, огненный дракон! Покажи свои клыки и сдай свой рык! Алый волк! Три! Два! Один! Надо! Три! Это мой волк! ПLE97 Берегись! Огненный дракон! В погоню! Уходи, Алый Волк! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это было? Ю-ху! И снова всем привет! Нас ждет потрясающая битва! Вы же не думали, что Симас ее пропустит? Не отчаивайтесь, если вы не смогли присутствовать. Я буду вести прямой репортаж прямо с места событий специально для вас. Что делать, Сайлон? Дверь уже закрылась. Как попасть на второй уровень? Нужно просто ждать. Круто! Да! Каждое столкновение двух инфинити надо вызывает ударную волну! Эта битва полностью построена на атаках. Огненный дракон и Алый Волк оба специально предназначены для атак. Но помимо всего прочего, их защитные кольца также обладают атакующими свойствами. Поэтому при каждом столкновении все вокруг сотрясается из-за сильнейшей ударной волны. Ха-ха! Вот как! Именно! Только такие битвы мне по душе! Хм! Это еще не все! Не давай ему передышки! Вперед! Нас ждет победа! И это что, все? Готовься! Огненный дракон! Ты что, Алый Волк? Ха! Он не так прост! О! Это плохо! Я не думал, что можно так быстро, настолько улучшить свои навыки! Ха-ха-ха! А ты не так хорош, как про тебя все говорят! Не переживай! Это был всего лишь разогрев! Я ведь прав, Алый Волк? Давай, покажи свои клыки! Держись! Огненный дракон! Пора с этим покончить! Ух ты! Несмотря на атаку Алого Волка, Огненный дракон не испугался и теперь идет в контратаку! Ха-ха-ха! Это все, на что ты способен! Думаешь, так ты победишь? Потерпи! А-а-а! Что это такое происходит? Вся арена вдруг озарилась каким-то странным свечением! Ну что? Веселье начинается! Ха! Что? А-а-а! Чего? А-а-а! Это просто ужасно! Стена вдруг начала разваливаться! А-а-а! Как это? А-а-а! Это кошмар! Теперь по всей арене разбросаны камни! Они будут мешать маневрам Инфинити-надо! Чего же нам ждать? А-а-а! Как так? Вся арена в камнях! Как огненному дракону набрать скорость? Ха! А теперь все готово для охоты! Вперед, алый волк! А-а-а! Огненный дракон! Давай! В погоню! А-а-а! Что? Вот так! Что? Жулик! В прятки играешь! За ним! Эй, не спи! Разуй свои глаза! Огненный дракон! Райан! Ну вот! Я совсем, совсем его не вижу! Как тебе? Нравится моя арена? Круто, правда? А-а-а! Хм-хм! Так это ты спланированно разрушил стену! Хм! Я же тут хозяин! Слушай сюда! Тебе никогда меня не победить! Это волчья территория! Размечтался! Тоже мне! Ты меня не испугал! Ладно! Пусть будет так! Алый волк! А-а-а! А-а-а! Огненный дракон! А-а-а! Совсем плохо дело! Давай, Райан! И что? Скорость упала? А-а-а! Ну что скажешь? Или твоя прыть исчезла? Хм-хм-хм! Все? Ты устал? Очень жаль! Хм-хм! Ну все! Пора! Алый волк! А-а-а! Огненный дракон! Уклоняйся! А-а-а! Бесполезно! Это моя территория! Тебе не убежать! И не пытался! Давай же! Огненный дракон! А-а-а! Это не все! В бой! В укрытие! Какой ты трус! Разнеси все препятствия! Я смотрю, ты отчаянный! Раз так, нападай! А-а-а! Что происходит? Что такое, что тут творится? Какой ужас! Что там происходит? Обещал прямой репортаж! Да я и сам не знаю! А-а-а! Невозможно! Земля разверзлась! Удивительно! А как же там наши игроки? А-а-а! Райан! А-а-а! Хорошо! Ты в порядке! Ха! Еще бы! Продолжаем! Соник! Негодяй! Ты разрушил мою арену! Мое произведение искусства! Хм! И что с того? То есть, ты можешь выиграть, только играя в прятки? Ха! Ну что же, давай это проверим! Порви его, Алый Волк! Держись, Огненный Дракон! Давай за ним! Сбивай его! Огненный Дракон! Надеюсь, ты понял. Мне для победы даже арена не нужна. Выбора нет. Вперед! Огненный Дракон! Давай! Магнитный Возврат! Обручь свою ярость! Обратный запуск! Пошел! Ха! Ты думаешь, обратный запуск хоть что-то изменит? И не надейся! Посмотри правде в глаза! Тебе не победить! Порви его, Алый Волк! Останови его! А? Что? Невозможно! Не верю своим глазам! Алый Волк мощно атаковал! Но это вообще никак не повлияло на Огненного Дракона! Неужели из-за обратного запуска? Ха! Вот так-то! Еще раз! Я в это не верю! Без проблем! Специально для тебя! После обратного запуска Огненный Дракон стал защитным инфинити-надо! Благодаря своему защитному кольцу он может не только отражать атаки, но и проводить их! Его защита настолько безупречна, что Алый Волк, похоже, не сможет ее пробить! Классно! Отлично! Пора с ним покончить! С радостью! Пусть сполна ощутит ярость Огненного Дракона! Ха! Ты наивен! Не забывай! Я тоже умею делать обратный запуск! Шутки в сторону! Давай, Алый Волк! Магнитный возврат! А теперь обратный запуск! Порви же его, Алый Волк! А теперь обратный запуск! После обратного запуска Алый Волк жестко приземлился, и оба инфинити-надо оказались в воздухе. Скоро узнаем, близка ли развязка. Держись! Огненный Дракон! Огненный Дракон пытается восстановить баланс, и он снова на арене. А вот Алому Волку хоть бы что. После обратного запуска его центр тяжести стал ниже, отчего возросла стабильность. Ха-ха! Вот так-то! И так, грядет конец игры. А теперь смотри внимательно. Я тот, кто станет победителем в этой битве! О-о-о, что же делать? Не сдавайся, Райан! Точно! Мы слишком долго к этому шли. Я не могу взять и подвести Вики и Алана. Значит, я должен победить! Огненный Дракон! Выходи! Пора показать свою силу! И сдай свой рык! Алый Волк! Возьми и порви все, что видишь! А-а-а! А-а-а! Ну вот они! Оба духа явились, чтобы дать последний бой! Ха-ха-ха! Ха! Это не все! Алый Волк! А-а-а! Чтоб ты знал! Я не проиграю! А-а-а! А-а-а! Райан! Мощнейшее столкновение духов окончательно разрушило арену! Вперед! Добей его! Нападай! Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы не сдадимся! Ты вперед к победе лети! Атакуй ведь не собраться в пути! О нет! Райан! Вот и все! Победа теперь моя! Еще чего? Что? Еще не ясно, кто победит! Давай бейся, Соник! Ты думаешь, что сможешь сразить меня этим приемом? Я его не вижу! Куда он подевался? Бой! Ты все старание, двоими простым! Помни про баланс! Как? Как? Это возможно? Я и правда проиграл! О, Райан! Потрясающе! Пламя огненного дракона поджарило волчонка и наш победитель Райан! Здорово! Победа! Молодец! Огненный дракон! Райан! Последний прием был отличным! Спасибо! Что это? Райан! Люк, лови! Райан! Люк, я в тебя верю! Ты точно победишь! Райан! Как же так? Райан! 25 серия. Пульс Инфинитинада. Ну все, шквал! Я иду! Люк! Я в тебя верю! Пришел? Шквал! Что ж, Люк, покажи, что ты реально можешь! Так, пора начинать бой! Будь осторожен и помни, разящий меч сильнейший Инфинитинада! Только ради меня, Аллан и Вики, потратили все свои силы! И к тому же... Райан отдал мне своего самого верного союзника! Хм, и что с того? А то, что я тебе не проиграю! Райан! Вики! Аллан! Мне понадобится ваша сила! Куда же ведет этот тоннель? Вкусно! Они восхитительны! А вы любители поесть! Так мы восполняем энергию! Сайлон, наверх точно нет другого пути! Ну хватит! Без разрешения внезапного шквала путь туда все равно закрыт! Ну, пожалуйста, вдруг получится! Хорош, просто жди! Что такое? Райан? Что это он делает? Райан? Райан, ты как? Вроде мне уже лучше! Ты в этом уверен? И где же ты был? Там! Наверху! То есть, этот тоннель ведет на самый верх? Видимо! Приготовься! Крылья Ареса! Готовься! Шквал! За дедушку! За всех в Академии надо! И еще! За честь и достоинство ректора Стрингера я сражусь и выиграю! Я выиграю и заберу дух звезды! За честь ректора, значит? Какая чушь! Что ж, пришло время разрушить твои наивные мечты! Желаю удачи, Люк! Ты смог попасть сюда благодаря своей силе! Я верю, что ты победишь! Три! Два! Один! Ну да! Ха-ха! Вы тоже это видите? Сейчас начнется финальная битва! Кто же в итоге станет победителем? Это будет Люк или внезапный Шквал, сильнейший из нас! Вперед, крылья Ареса! Крылья Ареса наносят превентивный удар! Вот так-то! А? Крылья Ареса! Давай еще! Когда ты наконец поймешь? Я вспомнил! У разящего меча шесть роликов на атакующем кольце! Они помогают отражать атаки и защищают от падения! Как это? Ведь ты уже видел разящий меч в битве! Но совсем ничего не учел в этот раз! Ты очень сильно меня разочаровал! Крылья Ареса! Пожалуйста, прошу! Не сдавайся! Бесполезно! Что? Ты абсолютно бессилен! Вот что, Люк! Ты не достоин быть моим соперником! Это потрясающе! Разящий меч просчитывает все шаги наперед! Он не дает крыльям Ареса никакого шанса на отступление! И продолжает тушить соперника бесконечными атаками! Крылья Ареса! Нужно продолжать! Нет, это незачем! Вам обоим конец! Прощай, Люк! О, вот это удар! Крылья Ареса теперь парит в воздухе! Ну что, у нас уже определился победитель? Еще не все! Понял! Крылья Ареса! О, надо же! Крылья Ареса расправил свои крылья и вернулся на арену! Что за надменный шквал? Иду в контратаку! Получай же! Тебе не уйти от меня! Крылья Ареса! Вперед! Быстрая атака! Ха! А-а-а-а! Невероятно! Поразящему мечу нанесен ответный удар! И еще! И вот еще один удар! Молодец, Люк! Так держать! Давай! Крылья Ареса, продолжай! Вот в чем дело! Крылья Ареса смог сменить угол атаки! Атака с воздуха не дает разящему мечу использовать для своей защиты ролики! А этот парень не настолько прост, каким показался сначала! Но это, похоже, не все! Вот так! Продолжай! Давай в атаку! Крылья Ареса! Мне же это не кажется! Для большего урона Люк установил на крылья Ареса атакующее кольцо огненного дракона! Давай же, Райан! Мы победим его вместе! Крылья Ареса пытается склонить сяшу весов в свою пользу! Остались ли у разящего меча силы? А? Разящий меч теряет энергию вращения! Вот это поворот! Теперь шансы на победу Люка заметно выросли! Эти атаки напоминают почерк Райана в битвах! Сражаться бок о бок! Быть верным своим друзьям! Вот такой и должна быть битва! Люк, ты меня так растрогал! Академия, надо гордиться тобой! Не самое мудрое решение! Думал, так ты сможешь победить, Люк! Разящий меч! Пора в атаку! А? Как это? Ого, как круто! Разящий меч отразил атаки противника благодаря пружине в защитном кольце! Какими бы мощными ни были атаки крылья Ареса, разящему мечу они не страшны! А вот крылья Ареса после атаки отлетают в сторону! Это пустяки! Мы не сдадимся! Давай! Крылья Ареса! Сдавайся же! Повтори! Не трать свои силы! Чем сильнее атакуешь, тем хуже для тебя это потом обернется! Ха! Иронично! Детали и сила твоего союзника лишь приблизили твой конец! Сквал! Все за одного! Какая глупость! Я думал, в тебе правда есть сила! Жаль, что я ошибался! А? Ха! Уже представляю разочарование Исиуаня! Что? Этот коварный негодяй был жадным до власти! Оставь я дух звезды! Жалел бы потом! Вот я и забрал его в темную обитель! И похоже, я не ошибся в своем решении! Значит, ты фантом? Сдавайся же, Люк! Ты настолько слаб, что недостоин духа звезды! Молчать! Прекрати! Я не сдамся! Ради власти! Ты предал Исиуаня! И украл дух звезды! Ты недостоин духа звезды! Я верну его назад! Любой ценой! Я выиграю эту битву! Получай! Фантом! Я тебя никогда не прощу! Хм... Какая наивность! Люк! Перестань! Ты так только навредишь своему инфинити надо! Давай успокойся! Но я должен! Не надо! Эй, Люк! Я тебе не проиграю! Магнитный возврат! Ко мне! Крылья Ароса! Что? Что случилось? Крылья Ароса! Иди сюда! А? Почему? Почему не получается? Эээ... Странно! Что вообще происходит? Люк хотел использовать магнитный возврат, но по какой-то причине крылья Ароса не реагируют на его команду! Что же это такое? Почему не получается? Как же это обидно! Что? Не слышишь пульс инфинити надо? Что? Магнитный возврат! Ко мне! Нет, разящий меч! Нет, разящий меч! Ты просто шалок! Ты слаб! Тебе не победить меня! Как обидно! Ты был полностью ослеплен жаждой мести! Лучше уж сдайся и не поссорься, Люк! Обратный запуск! Похоже, у Шквала получился обратный запуск! Какими силами обладает разящий меч в режиме обратного запуска? Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро! Мне все равно, какой ценой! Сейчас главное – поддержать победу! Вперед! Твои эмоции – тебя же погубят! Крылья Ароса! Теперь разящий меч – защитный инфинити надо! После обратного запуска его защитное кольцо может не только отражать мощные атаки противника, но и с тем же успехом проводить их! И, кстати, центр тяжести разящего меча теперь ниже, поэтому его стабильность значительно возросла! Нам конец! Судя по всему, у крыльев Ароса больше не осталось шансов на победу! Как это? Никак не поймешь? Я объясню! Это все твоя вина! Жажда мести ослепила тебя до такой степени! Что ты плюнул на собственный инфинити надо! А ты всегда должен прислушиваться к его пульсу! Ты точно уверен, что эта битва нужна крыльям Ароса? А? Но я... У каждого инфинити надо есть свой дух! В любой ситуации игрок и его надо должны быть союзниками, которые преследуют общую цель! Знай, Люк! Тот, кто не слышит свой инфинити надо, никогда не сможет победить меня! Вы у себя в Академии надо изучали только такие жалкие приемы, как эти? Отвечай мне! А-а-а-а! Грустно признавать, но это правда! Я думал только о победе! И не слушал свой инфинити надо! Я думал, что установив себе деталь огненного дракона, буду ближе к своим друзьям! Но, как оказалось, я только отдалился от них! Я так сильно хотел победить! Что... Что совершенно забыл о крыльях Ароса! Эй, Люк! Хочешь, я дам тебе совет? А? Если не можешь дать мне ответ, убирайся отсюда! Покинь темную обитель и не возвращайся! О, нет! Крылья Ароса! Ого! От мощного удара крылья Ароса всмыл воздух! Неужели этой битве конец? А-а-а! Прости, крылья Ароса! Эй, Люк! Ребята! Я что-то не понял! Что ты делаешь? Даже не смей сдаваться ему! Ты будешь биться дальше! Люк, которого я знаю, не сдается никогда! Райан? Как вы нашли сюда дорогу? Да! Мы услышали Симоса! Ты должен показать свою истинную силу, Люк! Опять они? Ребята! Но я уже... Не ругай себя! Крылья Ароса тебя ждет! Крылья Ароса? О! О! Я понял! Бьемся дальше! Крылья Ароса! Давай! Магнитный возврат! Я ведь сражаюсь не один! Вперед! Крылья Ароса! Здорово! Так, отлично! Давай, давай! Расправь крылья победы! Обратный запуск! В атаку! Крылья Ароса! Пора нам взять себя в руки! Что? А? Здорово! Люк делает обратный запуск и проводит мощную контр-атаку! Ты понял, Шквал? Вот тебе мой ответ! Вперед к победе летит! Атакуй ведь нет обратно пути! О! После обратного запуска крылья Ароса стал атакующим! Инфинити надо! Он молниеносно движется, а атакующее кольцо огненного дракона делает его опасным противником! И что теперь? Ну и контр-атака! Крылья Ароса отброшен! Какая же интересная и непредсказуемая битва! Ура! Круто! Клюк! Удачи! Пора! Вставай! Крылья Ароса! Атакуй же! Тросящий меч! Сильный или это ты? Все старания твоими пустыни Помни про баланс Ты люби свой единственный шанс Силы лети на нас! Силы! Нападать! Защищать! Защищать! Побеждать! Не отступать! Ты спишь, как победили! Атакую ведь не добраться будет! Это правда произошло? В оба Инфинити надо вылетели с салены! И мне остается только объявить ничью! Ничья? Крылья Ароса! Сначала ты меня не послушал И тогда я смог очнуться! Прости, что я не сразу тебя понял Мне жаль Наконец-то ты понял А? Эта битва прошла впустую Хоть ты и сражался Ты был сам не свой Фантом! Мы сразимся еще раз, Люк Ты должен будешь собраться И провести со мной Финальную битву! Финальную битву! Финальную битву! Финальную битву! Финальную битву! Продолжение следует...